20 лет в эфире, десятки новых программ, сотни часов прямых трансляций. Канал ОТС празднует юбилей и, конечно, отмечает его вместе с телезрителями. Площадка в Центральном парке Новосибирска стала настоящим центром притяжения для тех, кто любит хорошую музыку, веселую компанию и качественное телевидение. Подробности далее. Для многих сотрудников работа уже перестала быть чем-то обыденным. И неудивительно, что важные, ответственные моменты происходят именно на телевизионной студии. Для меня ОТС — это практически половина жизни. Я на ОТС работаю 15 лет уже. Ну и, например, вот Маше почти 12, и рожать я начала, когда начитывала сюжет. Коллеги говорили, давай уже быстрее, роддом через дорогу, убегай, но мы все успели. На работу как на праздник. Ольга Морозова, режиссер спецпроектов, признается, что жизнь бы ее не была настолько яркой и интересной, если бы не телеканал и люди, коллеги, которые каждый день помогают создавать новое и интересное. Идти в ногу со временем — вот девиз ОТС сегодня. Телевидение — это профессия, в которой нет скуки, в которой нет занудства, в которой нет рутины одного и того же. Вот я такой человек с каким-то внутренним генератором, поэтому мне главное, чтобы было не скучно. И поэтому какие-то вот… Это, наверное, одно из самого главного, что побуждает меня приходить на работу, потому что я знаю, что что-то да изменится, что-то да произойдет любопытное, что-то подкинут. А если день ничего не подкинет, то мы придумаем это сами, чтобы нам самим было не скучно. ОТС. Открываем, творим, создаем. Сегодня зрители видят любимых ведущих живьем, а не через экран. Главный ориентир — зритель. Именно он определяет, что важно сегодня. Естественно, нужно не стоять на месте, нужно развиваться, нужно искать новые варианты расширения своей зрительской аудитории, новые варианты программ, модернизировать оборудование, потому что все не стоит на месте, нужно двигаться, нужно идти в ногу со временем, мы стараемся это делать. Все огня, и ты поступи в мостную улицу, и шагаешь пищиком по улицам. Концерт идет несколько часов. На сцене лучшие новосибирские группы и московские гости. «Братья Гримм», которые поздравляют телекомпанию и громкими песнями, и тихими словами во время интервью. Пожелания от меня, от группы «Братья Гримм», самого солнечного настроения. И пусть все, что вы задумали, все, что вы хотите, самые ваши сокровенные подсознательные желания, может быть, даже то, что вы не знаете, то, что вы хотите, пускай все это пренепременно сбудется. Столичные артисты хоть и требовательны, но непридирчивы. Единственное, что отличало райдер «Братьев Гримм» – марокканский чай со специями для разогрева связок. Кейтеринговая компания «Анна Сидевич» организовала кофе-брейк. За пять лет на рынке команда работала с Дмитрием Медведевым, Сергеем Шойгу и Полиной Гагариной. Еще одно достижение компании – 125-метровый пирог на день города. Мы очень хорошо развиваемся именно за счет того, что специализируемся на проведении выездных мероприятий. То есть мы делаем кейтеринг, ничего больше, и у нас есть собственное производство, которое рассчитано на 30 тысяч человек в месяц. Мы можем спокойно обслуживать при помощи этого производства, и поэтому мы проводим очень много разных интересных, масштабных мероприятий, кормим там тысячи, полторы тысячи человек для крупных компаний. Концерт в Новосибирске завершает Олимпиаду музыки и спорта. За два месяца корреспонденты, ведущие и музыканты объехали всю область, и везде был настоящий праздник. Александр Журбин, Алиса Кейкуль, Александр Ведерников, Сергей Жданов. Новости ОТС.